Всем привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новый шоппинг-влог. Сегодня, девочки, у нас с вами, можно сказать, особенный день. Если вы смотрите меня давно, вы знаете, что я живу в России, в Москве. И сегодня я вам сниму шоппинг-влог из бренда Reserved. Чем этот влог особенный? Reserved – это польский бренд. А как все, я думаю, знают, многие бренды приостановили свою деятельность в России. И кто-то объявляет о своем окончательном уходе, но Reserved работает. Причем работает уже, наверное, пару месяцев. Просто я здесь не была, потому что чуть-чуть позже вам объясню, почему. Но пришел тот час, когда я готова вам снять отсюда обзор. И если вам интересно посмотреть, что есть в новом бренде Re, потому что раньше это был Reserved, а теперь остался только Re. И тот же ли это бренд, который был раньше, то оставайтесь со мной и давайте начинать. Я вам покажу много красоты. Ну что, давайте отправимся с вами. Сначала посмотрим зал нового старого бренда Re, он же Reserved. Я вам честно скажу, девочки, я не была здесь полгода, наверное, в Reserved. Я даже после того, как он открылся, не ходила сюда, потому что, ну, во-первых, сначала это был какой-то бешеный ажиотаж. Плюс я читала отзывы тех, кто ходил, что в основном здесь в зале были вещи суперстарых коллекций, которые, видимо, заморозили в конце февраля. Но сейчас я вижу, и я думаю, вы вместе со мной тоже, что практически все это новое лето. Поэтому будем сейчас с вами смотреть, выбирать. Я нахожусь в авиапарке. Кто в Москве, если вдруг вам интересно и актуально, то я здесь. Здесь достаточно большой Reserved. На первом этаже находится женская коллекция и на втором мужская. Вот к этому платью я планомерно шла, потому что оно мне понравилось по палитре. Очень красивое сочетание цветов апельсинового и зеленого и приятные оттенки именно у самих цветов. Боялась, что по ощущениям это будет такой скользкий полиэстер, но нет. Не знаю, что это. Сейчас попробуем с вами найти. Даже если это полиэстер, он, по крайней мере, приятный на ощупь. Я знаю, что у многих, кстати, был вопрос, как же теперь брендируется эта вещь нового старого бренда Reserved. По-прежнему это Reserved. Никакой это не ре, не китайский. А что же здесь в составе? А в составе у нас 100% навискоза. Это очень даже хорошо. Возможно, это платье мы с вами примерим. Посмотрим. Есть еще такая же рубашка. Вот вариант рубашки, дополнить ее вниз чем-нибудь. Ну, тут даже брюки неплохие, возможно, предложили. Нужно их посмотреть. Отличнейший вариант на работу. Вот здесь вот вижу симпатичную, спрятавшуюся куртку. Пожалуйста, повесься. Что за вешалки? Куртку-рубашку. Врубчик такой, а-ля, как у вельвета. Но это не вельвет. На ощупь, по крайней мере, достаточно тонкая ткань. Такая комфортная курточка на прохладную летнюю погоду. Правда, из нее почему-то торчат нитки, к сожалению. Ай, не люблю. Я сейчас, может, наверняка кто-нибудь скажет, что я придираюсь с девочками. Я просто люблю хорошее качество. Даже в недорогих магазинах, поверьте, оно есть. Состав хороший, 76% хлопка. И, на самом деле, сама вещь неплохая. Понятно, что ниточку мы можем с вами отстричь. Очень вариативная. Можно носить и со светлыми низами, и с джинсами, что самое, наверное, ключевое. Очень легко комбинируется, потому что оттенок синего, даже такой, как бы, светлый и темный за счет вот этой вот полосы есть. Плюс шоколадный цвет. Очень мне нравится палитра. Вот такие куртки-рубашки в изобилие были в свое время в Zara. Но, то есть, визуально она мне очень нравится, потому что это стильный минимализм, который я люблю. Но я не могу вам ее рекомендовать, потому что это синтетика, и в ней будет душно. Хотя визуально очень стильная, аккуратная курточка. Абсолютно бессмысленные, бесполезные, ужасные, дурацкие, неактуальные. Свитера висят в новой коллекции резерт. Ну, просто что это? Господи, боже мой, зачем тратятся ресурсы природные, человеческие, на то, чтобы изготавливать за 1800 рублей вот такую вот просто депрессию какую-то. Причем еще и в разных цветах. Ужас. Зато есть вот такой неплохой сарафанчик. Стильный, в длине миди. Я думаю, должен быть, мне нравится, что у него такие природные, разбеленные немножечко цвета с открытой спинкой, которая сзади завязывается на красивый бант. Можно тоже примерить. И вот это тоже ужас и кошмар. Зачем и почему за 1000 рублей вот такое вот, вот эти вот кружева. Господь. А вот это вот платьишко опять неплохое для девочек, таких, знаете, юных. Господи, как грохочет музыка. Которым подходит наивный, игривый стиль. Такой куколки. Правда, стоит оно 4600, при том, что на ощупь это, по-моему, стопроцентный полиэстер. Да, к сожалению, как и всегда, в общем-то, мои ощущения, мое нутро меня не подвело. Касательно состава, оно своих денег не стоит, но симпатичное. Но я бы, наверное, выбрала вот такой вот сарафан в зеленом цвете, который актуален и с нами уже не первый сезон, с интересной спинкой перекрещивающейся. Плюс это хлопок стопроцентный. А рядом с розовым платьем и зеленым сарафаном у нас висят снова неактуальные рубашки на этот раз с выточками. Здесь я показываю вам относительно большой размер. 44 европейский. Я, для понимания, ношу 34, я наверху иногда 32. То есть в моем размере, даже 42 европейский, вот, например, 34, это прям вот такая вот совсем маленькая рубашечка в облипку. Мы такое по-прежнему не носим, это неактуально. Если вам нужна рубашка на работу или просто вы любите, выбирайте в стиле мужской сорочки. Они как были актуальны года три назад, так до сих пор мы их и носим. Вот неплохой в целом бомбер. Здесь тоже достаточно большой размер висит XL, поэтому он, ну, действительно кажется большим. Но в своем размере, либо на размерчик побольше, я думаю, что он должен смотреться хорошо. И снова покажу вам ужасный вариант из новой коллекции, чтобы сэкономить вам деньги, так сказать. Абсолютно неактуальное платье. Депрессивного, грустного, ну, как бы не сказать грубее кроя. И тоже стопроцентный полиэстер за 4600. Кошмар. А вот тут висит, в принципе, симпатичная мини-юбочка твидовая. Мне очень нравится. Сама ткань. Она прям приятная. У нее красивая палитра. Посмотрите, здесь и прям нежный розовый оттенок, и персиковый, и малиновый, и чуть-чуть вот этот молочный белый. Очень красивые цвета. С какой-нибудь белой верхушкой, неважно, рубашка, блузка, свитер. Будет классно смотреться. Это приятное трикотажное мини-платье в абрикосовом, не в персиковом, в абрикосовом цвете. Мне кажется, сейчас неправильно камера его передает. Для отпуска прекрасно. Для города, наверное, голенько немножко может быть. Ну, либо для выходного дня где-нибудь в парке погулять. Наверх можно свободную белую рубашку, опять же, набросить. А в отпуск куда-нибудь к морю просто прекрасно. И девочки нашла классные шорты. Такие немножко юбка-шорты. Я не совсем фанат варианта юбка-шорты, но вот очень удачная модель. Со сборкой на талии берем размерчик на один, можно даже на два побольше. Мерите, смотрите, чтобы они у вас бедра не обтянулись, сидели свободно. Таким образом, ноги будут казаться очень стройными. Красивый синий цвет и очень приятная ткань. Мне кажется, это должен быть стопроцентный хлопок. А нет, 90% вискоза. А что еще? Просто 90% вискоза. Чего еще там 10% останется для нас, видимо, загадкой. Вот в этой части зала. Очень приятная цветовая палитра. Ну, по крайней мере, так, знаете, общим взглядом. Если окинуть детально, я начинаю смотреть вещи. И пока не могу сказать, что же тут все время что-то грохочет. Господи. Что мне что-то хочется прям примерить. Но палитра очень приятная. Такая пастельно-розовая гамма. В целом, в целом, вот это мне не нравится. Симпатичный пиджак. Приятный цвет. Пыльно-розовый. И за свою стоимость. Он стоит 4,600. Для пиджака это очень мало было и раньше, и тем более сейчас. Ну, в принципе, в принципе, неплохой вариант. Если его отпарить, привести в божеский вид. Да, тут тоже не отпаренный. То будет иметь шансы с голубыми джинсами. Классно будет смотреться. Просто белая футболка и все. Если хотите отдать дань моде на нулевые, я бы сделала это вот таким вот образом, приобретя кофточку из трикотажа в лапшу, которая будет сидеть очень сильно по фигуре и сочетала бы ее, наоборот, с не скини-джинсами, а актуальными сейчас джинсами-другами. Таким образом, у вас получится актуальная стилизация ушедшей эпохи. То есть, будет элемент нулевых. Тогда все было в облипку. Здесь красивая палитра. Она причем не белая. Эта кофточка такая серовато-бежево-молочная. Плюс модное сочетание розового с красным. Но уравновесите вы такую вещь современными. Вот здесь я не совсем могу понять, кстати, какие джинсы. Ну, неплохие. Но я бы взяла синие лучше, чтобы вот красиво сочеталось. Синий с голубым всегда красиво сочетание. Голубые джинсы с такой кофточкой было бы классно. Вот, кстати, вместо H&M, который из России ушел окончательно, уходит вот на днях буквально через несколько недель, будет последний день продажи. Причем только в офлайн-магазинах, если вдруг кто не знал. Собственно, вместо H&M трикотажные треники, какие-то спортивные штаны-джогеры, толстовки можно найти в резерв. Я обладатель таких же, только из H&M. Могу сказать, что ничуть не хуже, не лучше. Просто тоже хороший вариант. Стоит 2000. Здесь сейчас большой размер. Но вот я, на самом деле, скорее всего, обновлю свои джогеры из H&M. Как раз-таки, наверное, приобрету себе чуть ближе к сезону. Сейчас жарко. Приобрету в резерв. Еще в мужском отделе нужно будет посмотреть. Там всегда хороший выбор. Я его H&M покупала в толстовке в мужском отделе. И здесь тоже, я думаю, их можно найти. Давайте посмотрим с вами первый образ. И я взяла в него ту самую мини-твидовую юбочку, которую мы видели с вами в зале. И жакет. Тоже показывала его вам в зале. Ну что, теперь давайте поподробнее поговорим, прокомментирую вам вещи. Что касается жакета. Ну, не хватает ему, конечно, плотности ткани. Это основная, на самом деле, беда в жакетах из масс-маркета. Если делать актуальный крой, уже научились. То есть, крой у него абсолютно удачный. Я, на самом деле, сегодня пришла в очень похожие модели. То вот с качеством материалов, конечно, беда. Сейчас я говорю даже не про то, что он где-то замят, есть заломы или он недостаточно отпарен. Просто видно, что материал для жакета недостаточно плотный. Не слишком хорошо он держит форму. Это видно именно вживую, когда вы начинаете в нем двигаться. И это выдает стоимость вещи, к сожалению. Таким образом, сразу понятно, что она недорогая. Но в целом, как бы, жакет приятный. Если вы очень ограничены в бюджете, и вам нравится этот цвет, а он удачный, очень спокойный, нейтральный, пыльный розовый оттенок. Если он подходит вам под внешность и под ваш гардероб, то рассмотрите, почему нет. Я повторюсь, что крой у него абсолютно актуальный. Есть проблема с качеством материала. Он недостаточно плотный. Но в остальном, модель хорошая. Дальше у меня наверху остался топ, в котором я пришла. Это H&M, который уходит, как я уже сказала. И, собственно говоря, юбка. Юбка в размере S. Жакет, по-моему, в 36 размере. Я вам пишу все на экране. Ссылки на все вещи также есть в инфобоксе под видео. Но жакет именно оверсайдный. Я вот что хотела еще сказать. А юбка на мне в размере S. И сидит она хорошо. У нее такой крой-трапеция, а силуэт. Очень хорошо смотрится. Не слишком она обтягивает. Не ультракороткая. Хотя это, конечно же, мини. Это, естественно, видно. Но она очень такая приятная. Мне нравится. Понятно, что на зиму вместо топа у нас появится молочный свитер. Или для работы появится какая-то молочная рубашка. Но на лето, на какой-нибудь вечерок, допустим, надеть короткую юбку, сверху набросить жакет. Хороший вариант для вечера, пятницы или выходного дня. Я очень часто так ношу. Часто внизу у меня не юбки, а брюки. Но вот именно в такой комбинации бралет, либо какой-то кроп-топ и свободный жакет сверху. Продолжение следует... Смотрим следующий образ. Та самая рубашка, блузка, которую мы видели с вами в зале. Девочки, очень приятная к телу. Вискоска с накладными карманами, с интересным принтом в приятной цветовой палитре. Если вам в гардероб нужна рубашка, и что главное, вам идет это цветовое сочетание, эти цвета, и в целом такой принт вам к лицу рассмотрите, могу рекомендовать. Добавила к ней брюки, которым есть вопросы. Это не те, которые висели в зале с этой рубашкой. Я нашла другие, которые еще лучше по цвету подходят, под оттенок в принте у рубашки. Но, к сожалению, с брюками что-то не то в талии. Они очень хорошо в размере, который на мне сейчас, я вам тоже напишу на экране, сели везде вот по бедрам. Им в жизни очень сильно не хватает отпаривателя. Тут мы даже это не обсуждаем. Их просто взяли со склада и повесили в зал. Ну, это караул. Так не делается, так нельзя. Так вещь не продать. Ну, то есть продать человеку, которому реально очень сильно нужны бежвы брюки. Потому что никакого особо желания купить вещь в таком состоянии, новую, не возникает. У резерт с этим большая проблема. С порядком в зале, с внешним видом вещей. И есть такое, к сожалению, это не ядно замечаю. Многие стилисты об этом говорят. Вообще люди, которые наблюдают за марками. Но мы сейчас не об этом. Брюки хорошо сидят везде. То есть они от самой широкой точки бедра идут потихоньку вниз. Они не натягиваются. У них тут, кстати, даже стрелка толком не отпарена с этой стороны. Но вот в талии, я думаю, вы сами все видите, очень сильно их ведет. То есть, не знаю, размер, если брать на размер больше, они уже здесь сядут мешком. Лично на меня. И это будет некрасиво. Поэтому на мою фигуру, у нас фигуры у всех разные, с разными объемами, перепадами, нюансами. Но на мою фигуру они не сели. Возможно, если у вас при том же объеме бедер более узкая, даже это не... Ну или талия, или в целом вот здесь вот вы худее, чем я, тогда можно рассмотреть. В целом брюки приятные. Особенно если их отпарить, они были бы вообще прекрасные. В мелкий-мелкий рубчик. Такая вот у них фактурка а-ля вельвет. Но все-таки не вельвет, не настолько они плотные. Такой вот хороший образ на работу. А если не на работу, то вниз можно точно так же надеть какой-нибудь кроп-топ бралет. И рубашку вот эту носить вторым слоем. Можно не кроп-топ, можно просто майку по фигуре, чтобы снизу не было лишнего объема. А рубашку набросить и не застегивать, либо завязать узлом. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дальше покажу вам быстренько этот сарафан, потому что он меня разочаровал. Ну как-то, ну совсем ничего особенного. Очень не нравится мне, как скроя на декольте. Оно слишком высокое, я даже расслабила лямочки. Вот, кстати, удобно здесь, есть второе зеркало. Вы видите, что на спине они прям низко. То есть здесь, в принципе, проблем-то нет. Спинка вот очень красивая, это правда. Но спереди очень высоко поднимаются вот эти вот детали лифа. Хочется их или ниже опустить, или глубже сделать вырез на декольте. Выточки даже в целом на месте. Но вот это вот все мне не нравится от слова совсем. Это выглядит очень как-то простецки. И состав, мне кажется, хороший. Это да. Потому что он колется, скорее всего, здесь есть ли он. На мне еще размер 34. Мне бы хотелось здесь 36, но почему-то был только 34. И все. И дальше, ну, совсем уже какие-то большие. Хотя в целом оно село-то неплохо. Но нет. Вживое мне оно на мне не нравится совсем. В следующем покажу вам такой вот комплект. Очень простой, уместный в целом, может быть. И в городе, потому что это такая юбка-шорты. Она, конечно, короткая, но все-таки это шорты. И отличный вариант для отпуска. Я взяла футболку. Вот единственное, о чем жалею. В размере S в целом ее можно носить обычно, скажем так, способом. Вот так. Но если хочется добавить расслабленности и скинуть на одно плечо, то лучше взять на размерчик побольше. Может быть, даже на два, чтобы она прям была такая свободная. Футболка неплохая. В общем-то, обе вещи неплохие. Хлопок-футболка. Хлопок вот это вот юбка-шорты. Юбку-шорты взяла тоже, как в зале вам и говорила, на размер 2 больше. То есть, иногда у меня 34 низ, иногда 36. Вот шорты я взяла в 38, чтобы они вот так вот именно свободненько сидели, не обтягивали мне бедра. Тогда это смотрится классно. Обувь на мне сейчас босоножки. Они в целом сюда подходят. Так тоже можно носить, особенно если это более такой городской вариант. Но для удобства и особенно для отпуска, конечно, можно добавить какие-нибудь вьетнамки. Может быть, сандали на плоском ходу. Я бы, наверное, оставалась в белом цвете, чтобы образ был такой чистый, светлый, свежий. Немножко даже морское сочетание белого с синим будет смотреться здорово. Просто понятно. А можно еще его немножко усложнить и добавить цвет. Я сейчас покажу. Если предыдущий вариант просто футболка с шортами для города могут быть простоваты, особенно если вы живете прямо в большом городе, либо если выход планируется не условно с ребенком в песочницу, с ребенком в песочницу вот так вот для молодой мамы будет очень стильным вариантом. Но если вы куда-то хотите отправиться в таком вот варианте на выход условно, может быть, на неделовую встречу, но просто на какую-то встречу, в кафе, вечером куда-то пойти в кино, то я бы накинула пиджак. И можно, конечно, добавить просто белый пиджак или просто черный. К вот этому сочетанию все подойдет. Но можно добавить цвет. Например, я пришла сегодня вот в этом апельсиновом жакете, и он очень здорово, контрастно и ярко сочетается с синим цветом. Они одинаковые, насыщенности, очень яркие. При этом заметьте, что у меня не слишком контрастная внешность, но у лица есть белый цвет, который освежает. И вот этот вот оранжевый, он смотрится как рамочка немножко, то есть не глухо-оранжевая, вот так бы все, футболка какая-то или толстовка, а уже легче выглядеть за счет вот этой белой футболки. Синий вообще внизу, он в целом никак не напрягает. Получается яркий, сочный летний образ. Теперь покажу вам образ с той укороченной курткой в тонкий рубчик, либо тонкий вельвет ее можно назвать. Я добавила к ней джинсы в крое мамфит, просто потому что в резерв, ну, никаких более актуальных моделей, если честно, здесь, по крайней мере, сейчас я не нашла. Возможно, они где-то есть, но здесь я их не нашла. Хотя мне бы хотелось добавить вот прямые трубы. Мамфит неплохо. На меня лично эти, ну, не особо сели, потому что здесь очень свободно, здесь нормально, но как-то нет, не мой крой, мне нужен более приталенный вариант. Понятно, что это можно решить ремнем, но просто я бы хотела чуть-чуть другой вариант. У меня есть мамфит из Zara, которым уже три года, они просто идеальные. Все-таки Zara-овские джинсы, ну, лично для меня, мы все разные, но вот для меня они были просто идеальны. Курточка на мне на минутку в размере XL. В размере XL она смотрится очень даже прекрасно. Я S бы точно не брала, M тоже вряд ли, скорее всего L или вот XL. Прямо она приятная, такая, знаете, тоньше, чем джинсовка по ощущениям, при этом комфортнее, чем пиджак. Приятная вещица с джинсами самыми разными, более темные тоже могут сюда подойти. Вы сможете носить по цвету, джинсы, конечно, попали просто идеально по оттенку голубого в этой курточке, но лично для меня это единственный плюс этих джинсов. Я вот, ну, повторю, под свою фигуру не могу их хвалить. Возможно, на кого-то они сядут, допустим, если у вас фигура прямоугольник, то есть у вас невыраженная талия или, может быть, даже яблочко есть, животик, тогда, возможно, подойдут. В остальном они неплохие и есть еще эта модель в очень хорошем темно-синим цвете. Но я сюда взяла более светлый, та же футболка осталась. Такой вот простой, понятный, летний, повседневный образ. Можно заменить босоножки такие, да, будет более релевантно настроению всего остального лука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И покажу вам еще один образ в этом влоге, состоящий из двух вещей именно из коллекции Резерт. Одна из которых мне нравится только одной маленькой деталью, вторая ничего, но она на меня не сила. Но я все равно хочу показать этот образ, потому что идейно он классный. И на мне белая рубашка, которая нравится мне одной деталью. И это вот этот вот контрастный кант апельсинового цвета на скругленном воротничке. Как же это здорово смотрится. И такой же кант на лацканах рукавов у рубашки. Очень классная идея, классное решение. Но при этом у рубашки вот эти вот всевозможные выточки из прошлого века. На мне размер М, и в целом их особо не видно. То есть рубашка села свободно. Вниз девочки надеваем телесное белье. Я просто в своем топе, в котором пришла, но нужно сюда телесное белье. Возвращаясь к выточкам, их вроде как и не видно, потому что она сидит, видите, свободно. А смысл тогда в них? Потому что визуально они портят бумажку. Не несут никакой смысловой нагрузки, при этом визуально портят всю картину. В общем, прям жалко. И дальше на мне юбка. Цвет, я вижу, сейчас телефон передает неправильно. Она на самом деле вот такого насыщенного зеленого цвета, цвета ботаговенита. Здесь у нас уже, в свою очередь, синий кант по шву центральному юбке и на клапанах декоративных как бы кармашков. Но на самом деле карманов нет. Юбка мини, но мини такое приличное. И на мне размер М, поэтому она на меня не села. Она прям сваливается. Мне нужна Эска. Она бы сидела как-то примерно так. Была бы не настолько расходящаяся, она была бы вся чуть-чуть поменьше. Немножко где-то кривовато, может быть. Но в общем и целом, образ мне этот нравится. И я бы его еще дополнила. Знаете чем? Правильно, конечно же, своим апельсиновым жакетом. Потому что смотрите, насколько идеальное попадание по оттенкам. Причем эта вещь у меня с прошлого года. И это вообще не резерв. Это жакет российского бренда Эмка. Предвещая ваши вопросы, сразу скажу. Но как же это здорово смотрится. И как мне нравится сочетание этого. Жалко, карманы не настоящие. Все время хочется убрать руку в карман. Именно вот в юбку или в брюки. Очень красиво. А еще сюда можно добавить мою сумку, с которой я пришла. Это уже такое, знаете, ну совсем смелое сочетание цветов для тех, кто готов. Но сочетать цвета, девочки, это не страшно. Это не сложно. Я пришла, собственно говоря, сегодня в белом вот этом бралете, апельсиновом жакете, молочных льняных брюках и с ярко-желтой сумкой. Сочетать цвета, это классно. Это поднимает настроение. Нужно просто научиться это делать, уметь с этим работать грамотно, чтобы получался не винегрет или яролаж какой-то из цветов и вещей, а именно стильные образы. И, кстати говоря, этому я обучаю на своем курсе по личному стилю. Осенью будет новый поток. Я уже небольшой такой анонс вам готова сделать, потому что обязательно в сентябре мы с вами пойдем учиться, только не в скучную школу или университет, а в интереснейшую школу стиля, школу на самом деле личностного роста, я бы сказала, где мы разбираем не просто как сочетать цвета или подбирать фасоны, а познаем себя, узнаем себя лучше. В общем, учимся там очень многому. Подробную информацию в любом случае будет попозже. Это просто к слову пришлось, поэтому я упомянула. Но образ сам по себе у нас вот такой вот. Я дополняю его своими вещами. Получается стильно, интересно, ярко. Если для вас желтая сумка это уже too much, можно просто белую какую-то добавить, белая обувь, получится и ярко, и не перегруженную, и позитивную. Такой вот вариант. Ну что, мои хорошие, на сегодня у меня для вас все. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этого влога. Как ни крути, это первый европейский бренд, начиная с февраля, который оказался у меня на канале по всем понятным причинам. И я рада, что этот влог у нас с вами вообще состоялся. К вещам, на самом деле, есть очень много вопросов. И учитывая, что все предыдущие месяцы я вам снимала влоги и буду дальше их снимать из российских брендов, то мы с вами уже убедились и не раз, что в российских брендах можно найти прекрасные вещи в разных ценовых сегментах, достойные позиции, интересные коллекции. Поэтому в целом как бы и без резервт можно обойтись. Но моя позиция в том, что всегда хочется иметь возможность выбором, всегда хочется иметь возможность смотреть, вдохновляться, сравнивать, опять же, понимать, где лучше. Возможно, что лучше, например, в наших родных брендах для тех, кто из России. Ну и опять же, поскольку вы меня смотрите не только из России, но и из Европы, очень многие из вас, то, наконец-то, я сняла влог, который будет полезен и вам, мои дорогие европейские девочки. Я надеюсь, что мы с вами вместе провели сейчас время интересно и приятно. Я лично точно. Увидимся с вами совсем скоро, совсем скоро в новых видео. Чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, если вы у меня в гостях первый раз. Подписывайтесь на мои другие соцсети. Там вы можете меня найти по имени и фамилии. Ссылки на все мои каналы, на мой телеграм-канал, где у нас очень уютная, такая дружеская, домашняя атмосфера девичника. Ссылка на него и на все остальные мои соцсети есть в описании под видео. Давайте дружить везде, не теряться. Будем с вами на связи и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok